Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана Краюшкина. Кто вы по образованию, откуда вы? Я живу на два города, между Ижевском и Москвой, все время курсирую. А по образованию я филолог, и второе высшее образование – это маркетолог. Как вы пришли к гомеопатии? Это было много лет тому назад. Мне кажется, так обычно приходят гомеопатию. Врачи приходят гомеопатию, потому что они не понимают, как лечить, и они не видят излечения пациента. А такие люди, как я, то есть не врачи, приходят в гомеопатию, когда они хотят помочь своим близким, своим детям или своим родителям, и у них это не получается, и они видят, что все лечение, которое предоставляет сегодня медицина официальная, не получается. Вы случайно попали именно на этот курс? Нет, не случайно попала. Я искала учебное заведение, где можно было бы обучаться, не будучи врачом. И мне кажется, что это единственное заведение, академия, которое... Во-первых, академия, это она международная, а возможность учиться в России вряд ли какая-то еще международная академия вообще предоставляет. Вот это почему я выбрала. И еще меня очень привлекло, что я могу получить системные знания. Мне хотелось понимать, как это делать, как назначать препарат, как определить, насколько серьезно болеют, например, члены моей семьи. Я понимаю, что не будучи врачом, я не могу практиковать это, открывать свою практику, но я понимаю, что все эти люди из моих знакомых и родных, кто будет ко мне обращаться, я точно могу оказать им помощь. И это получается сейчас? Да, это так успешно получается, что каждый раз, когда я вижу результат, я удивляюсь. И я думаю, что я всю свою жизнь не буду переставать удивляться. Мне кажется, что это волшебство. Да, это наука. Да, это искусство. Но это волшебство, когда ты видишь сначала человека, который очень плохо себя чувствует, он не хочет никого видеть, у него заложен нос, у него очень сильно болит голова. И потом ты даешь препараты, через два часа ты видишь совершенно другого человека. Ну, это волшебство. Гомеопатия работает, в этом нет никаких сомнений, и в это даже не надо верить. Это просто практика, и это подтверждается каждый день, каждым назначением. После этого курса появилась ли уверенность? То есть есть ли уверенность для того, чтобы назначать препарат? Собственно, причина, по которой я пошла в академию, это никакой уверенности в том, что я могу правильно это сделать. Я читала много книг, но это было совершенно бесполезно. Я понимала, что нужно найти как-то препарат, который подходит именно этому человеку, именно в этом случае. Но я не понимала, как это сделать. И только после того, как я стала учиться, я понимаю, что есть встроенная теория. Есть определенные препараты, которые действуют в определенном случае вы только на определенные симптомы. И теперь у меня есть целостная картина. И я понимаю, как искать тот самый препарат, который может в определенной ситуации помочь. А если мы говорим о том, что происходило в эти последние две недели здесь, это постдипломное образование. То есть это образование, которое можно продолжать столько, сколько у вас есть желание этим заниматься. И это, конечно, прекрасный шанс, который эта академия тоже дает. Мало того, что вы оканчиваете курсы, и если вы врач, то вы получаете диплом. И если вы не врач, вы получаете сертификат. Но после этого вы можете увеличивать свое знание, подтверждать свое знание и видеть удивительные случаи исцеления, приезжая вот на Алуни-СССР, там, где как раз расположена академия. Что бы вы порекомендовали не врачам, которые сейчас сомневаются, идти учиться или не идти учиться? Не сомневаться я бы рекомендовала, конечно. Потому что какие тут могут быть сомнения? Но все подтверждается. Нужно прийти и прочувствовать это. Нужно прийти и послушать об этом. Нужно прийти и нужно вовлечься в это. И тогда очень скоро все станет ясно. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова